Казахстанцы Многие говорят, при чем здесь Украина? Мы живем в Казахстане. Ерунда. Ребят, все, что происходит в Украине, касается нас на 120%. Это наши события. И что такое Майдан? Это тема смены, вернее, тема воздействия на вороватую власть. Вторая тема. Это смена власти. Актуально это для нас? Да, у нас вороватая власть. Независимые журналисты вновь не у дел. Устроиться на другую работу им практически невозможно, ведь навязанное клеймо «Единая СМИ Республика» будет преследовать их, пока в стране действует диктаторский режим Нурсултана Назарбаева. Главный редактор «Асанди Таймс» Сергей Дуванов по закону имеет право открыть новую газету, но просуществует она недолго. Елбасы не допустят распространения инакомыслия. Мы это рассматриваем, что нам запрещают заниматься журналистской деятельностью и называют определенными... Это коллективы редакции? Нет, в решении суда стоят конкретные фамилии, в том числе моя. И если исходить из такой логики, то можно вообще взять всех журналистов, которые когда-либо работали в газете «Республика» и на этом основании закрывать любое СМИ. В конце 2012 года по республике прокатилась подобная волна массового закрытия независимых СМИ. Тогда неугодные здания назвали экстремистскими. Сейчас же никто даже не удосужился придумать повод, из-за которого газеты запретили. Например, правдивую газету закрыли за неточности выходных данных. Я думаю, что это связано действительно с украинскими событиями, с возможностью перенесения этих ситуаций на другую территорию страны СНГ, в том числе в Казахстан. И особенно это связано с тем, что власть становится все более нелегитимной. Единственное издание, которое пока еще не задушили, это «Трибуна». Правда, газете давно тянет свои грязные лапы о корда. Сейчас редакцию мордуют надуманными судами. На днях журналисты проиграли очередной процесс и обязаны выплатить в госказну 4 миллиона тенге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!